Всем привет! Давайте начинать. Я так пообщалась с людьми, так понимаю, что Skyeng более-менее все знают. На всякий случай это онлайн-школа английского. И там небольшой апдейт с прошлого Product Camp по нашим показателям. Мы продолжаем расти. У нас сейчас больше 10 тысяч учителей, больше 10 тысяч учеников. И за прошлый год, за 2016 мы сделали 330 миллионов рублей выручки. Это бизнес-метрика, которой мы гордимся, что из года в год по выручке мы вырастаем в 3,5 раза. И в общем стараемся продолжать следовать согласно нашему плану с этой скоростью. И разумеется, чтобы так расти, всем командам в компании приходится применять достаточно много усилий, потому что этот рост вряд ли может быть естественным. Но в том числе мы в маркетинге вырастаем по количеству, по нашим метрикам в 2,5 раза в среднем из года в год. Хотела начать с такого глупого вопроса, но для начала спрошу, вообще сейчас в зале есть маркетологи? Супер. Я думала, у вас будет меньше. Я всегда думала, что этот вопрос очень очевидный, но всем понятно, чем занимается маркетинг. И у меня случилось такое откровение, когда я была на курсе у небезызвестного вам Ильи Красинского по продукт-менеджменту, и там было одно из заданий практика в группе, обсудить, за какие процессы в определенном кейсе компании, кто отвечает, какие команды. И я с удивлением обнаружила, что вообще-то, ну аудитория понятна была, какая в основном люди, которые влюблены в продукт-менеджмент. И в общем все они считали, что продуктологи отвечают примерно за все, в том числе за выручку, в том числе под ними находится маркетинг. Ну то есть они решают все, с какими целыми аудиториями работать, как развивать продукт и так далее. Для меня это было неожиданностью, потому что у меня в голове немножко другая картинка мира. И с другой стороны, другая крайность, которая меня тоже недавно удивила. Я общалась со своим коллегой из Wildberries, а Wildberries, если что, это самый большой по выручке интернет-магазин в России. Он больше ламоты той же самой, при этом он операционно прибылен. И в команде в принципе нет такой роли, как продукт-менеджер. Они не очень понимают, кто это. И на сайте у них что-то там двигают, кто-то вроде разработчиков, кто-то вроде тех, кто разбирается в IT. Это такие две крайности. Я о них хотела рассказать с той точки зрения, чтобы обрисовать картину разных мнений и того, что в принципе, мне кажется, здесь нет правильного подхода. Все зависит от того, как исторически сложилось, какие в компании компетенции и насколько сильные вообще команды в разных направлениях. Расскажу о том, как это у нас. Не факт, что это правильно, но я, по крайней мере, аргументирую, почему это так и почему нам кажется, что это может работать. Для начала вкратце про нашу воронку, чтобы понимать и на основе нее рассказать, как все устроено. Пользователь заходит на сайт, подает заявку на бесплатный вводный урок, затем ему перезванивают, назначают этот вводный урок. Он его проходит и затем принимает решение о том, оплачивать или нет оплаты у нас по пакетам уроков. Когда пакет заканчивается, он, соответственно, может оплатить или не оплатить повторно. Так вот, во всем этом процессе мы пришли к тому, что маркетинг и продажи отвечают полностью за вот эту воронку до первой оплаты включительно. Это значит, с одной стороны, что мы вообще не думаем о том, что происходит после первой оплаты, сейчас расскажу, кто об этом думает. А с другой стороны, это значит, что мы занимаемся не только трафикой, генерацией, но и вообще всеми бизнес-процессами и всеми продуктами, которые присутствуют на этом этапе. В том числе сайтом, в том числе личным кабинетом, в том числе тем, как устроены вводные уроки и так далее. С другой стороны, у нас бизнес-процессы выстроены таким образом, что мы верим, что решение о повторных покупках все-таки принимается на основании того, насколько пользователю понравился продукт, насколько ему понравился контент, насколько ему комфортно с учителем и насколько ему нравится сервис. И поэтому ответственность за последующие этапы воронки, по сути маркетинговая роль за эти этапы, вынесена в операционный отдел, в продуктовый отдел, который отвечает за все эти составляющие и они по сути занимаются маркетингом, но в первую очередь качеством предоставления услуги и качеством продукта на своей стране. Это имеет, несомненно, свои минусы. Сначала расскажу о них. Во-первых, понятно, что компетенции маркетинговые сильнее в маркетинге, продуктовые компетенции сильнее в продукте, поэтому это может быть такой сомнительной схемой с этой точки зрения. Но с другой стороны мы видим, что в этом случае каждый отвечает за, по сути, один ключевой KPI, на котором можно сосредоточиться, не расфокусироваться и при этом не винить других. То есть маркетинг не будет говорить, что у нас повторно не покупают, потому что продукт говно. А продажники не будут говорить, ой, продажники, а продуктологи не будут говорить, вы нам приводите плохих лидов, поэтому мы не можем их сконвертировать. Это не потому, что продукт плохой. То есть каждый занимается тем, на что в большей степени может повлиять. И таким образом мы приходим к тому, как вокруг вот этого KPI, первые оплаты, выстроен весь наш процесс и выстроена вся наша структура команды. KPI у нас можно подразделить на, с одной стороны, новых клиентов, которые впервые оплатили занятия, а с другой стороны, естественно, эти клиенты должны находиться в рамках некого бюджета, чтобы компании было выгодно их получать. Сначала расскажу про то, как мы прогнозируем клиентов, а потом о том, как мы формируем эти бюджеты. С клиентами и с прогнозами это та часть, которой, мне кажется, нам можно гордиться, потому что мы научились прогнозировать очень точно, и поэтому, собственно, презентация называется «Фабрика». Мы научились очень на понятной метрике, опережающей показатели, разбивать все процессы. И вот, например, у нас на днях была планерка с руководством компании, и я специально считала, какие результаты у нас относительно планов с января по апрель получились. У меня вышла цифра выполнения плана 100,007%. Но мне кажется, что это очень здорово, что мы этого добились. У нас там плюс-минус обычно бывает не более 5% в каждом месяце, и по году все сходится. Как мы к этому приходим? С точки зрения прогнозирования процесс на самом деле довольно очевидный, но я вижу, что он далеко не во всех компаниях почему-то применяется, и особенно, что важно, что сотрудники иногда на руководящем уровне даже не понимают, иногда на линейном уровне не понимают, почему им спустили именно такие планы, почему они должны быть выполнимы и почему в них надо верить. У нас планирование начинается, ну, естественно, на уровне собственников компании. На уровне показателя выручки, насколько нам нужно вырасти. Естественно, хорошо, если за этим показателем стоит какой-то вызов, какая-то объяснимая амбиция. У нас она легко объясняется тем, что мы всегда росли в 3,5 раза в год, и мы хотим продолжать поддерживать этот рост. И мы видим, что эта скорость, она даже немножечко с каждым годом наращивается. Нет причин думать, что мы не сможем в этом году. Дальше показатель по выручке разделяется, ну, если говорить совсем высокоуровнево, на то, насколько нам нужно вырасти по новым клиентам, и насколько мы можем вырастить нашу выручку с точки зрения поднятия среднего чека, с точки зрения увеличения LTV и других показателей. И получается, что эти 3,5 раза разделяются на 2 и 3 в маркетинге, в новых клиентах, и все остальное приходит за счет повышения средних цен и за счет улучшения удержания клиентов. Дальше эта цель на год, здесь все понятно, разбивается по месяцам с учетом наших исторических показателей. Мы их уже хорошо знаем, накопили достаточно статистики, чтобы знать, когда сезон низкий, когда не низкий конкретно для нас. Это не всегда совпадает, естественно, с общепринятыми представлениями о том, что происходит в образовании. И это, опять же, важно. Мне кажется, я часто вижу, что компании почему-то не учитывают в достаточной степени сезонность, не учитывают, что в какие-то месяцы нужно в планах закладывать даже то, что мы провалимся или не будем расти. Но если это закладывать, то ни у одного из сотрудников не возникает вопроса о том, что мы не выполнили планы, потому что низкий сезон. То есть такой аргумент не применим, потому что мы заранее заложили низкий сезон в наши планы. И дальше вся вот эта система, вся эта логика, она транслируется всем, вплоть до линейных специалистов в маркетинге. Все понимают, откуда взялись эти цифры. Мы их разбиваем по конкретным источникам с учетом того, кто как растет. Старые источники медленнее, новые быстрее. И, соответственно, на годовом уровне уже планируем, что нам нужно сделать в каждом канале и что нам нужно сделать в целом в маркетинге, чтобы этих планов придерживаться. Это тоже очень важно, потому что когда система уже выстроена и работает, мне кажется довольно невозможным найти какие-то проекты, которые сработают здесь и сейчас. То есть у нас осталось очень мало рычагов быстрого, краткосрочного влияния. Как правило, все, чем мы сейчас занимаемся, это проекты, рассчитанные на несколько месяцев вперед по отдаче или даже на целый год, когда мы знаем, что мы что-то делаем, чтобы в следующем году выполнить планы. И, естественно, если мы не будем это планировать на годовом уровне, то мы не сможем поддерживать эту скорость. И, ну, конечно, все это потом разбивается по таймлайнам, по задачам внутри этих проектов. И все знают, в каком месяце, какой объем работы нужно сделать, чтобы по году прийти к тому, что требуется. Ну и вторая метрика очень важная, и мне кажется, она просто очень классно позволяет работать с командой. Это то, что бюджет на привлечение клиентов мы формируем не так, как это делают многие отделы маркетинга, где, например, на годовом уровне закладывается, какой бюджет мы готовы отдать, скажем, в SMM, или какой бюджет мы готовы потратить на медийку. Мы все рассчитываем, исходя из наших текущих показателей. Этот бюджет динамичен, и он может меняться для каждого направления прямо здесь и сейчас. То есть сейчас у нас средняя стоимость урока примерно 800 рублей, а для нас юнит — это урок. Мы имеем LTV 40 уроков, но на самом деле сейчас чуть побольше, но мы ориентируемся пока в бюджете на эту сумму, на это количество. Из этого мы получаем, что каждый клиент нам дает 32 тысячи. И с учетом того, что все маркетинговые расходы, по сути, уходят на привлечение, мы не делаем никаких скидок уже текущим клиентам. Мы считаем, что здоровая доля в расходе в каждом уроке на маркетинг составляет 15%. Это позволяет нам легко посчитать ту сумму, которую мы готовы вложить в привлечение каждого клиента, что важно с учетом фото, то есть с учетом зарплат и бонусов. Что это значит с точки зрения команды? Это позволяет нам просто потрясающим образом снизить нагрузку на менеджмент команд. То есть мы имеем вместо команды, где есть одна светлая голова, которая думает о результате, испускает планы и говорит, в каком бюджете работать, мы имеем сотрудников, которые даже на линейном уровне являются своего рода руководителями. И они могут в каждом своем канале посчитать, какова у них стоимость привлечения с учетом их показателей LTV в канале. И они могут сами принимать решение о том, чтобы увеличивать маркетинговый бюджет, о том, чтобы строить под собой отделы. Например, если у них все идет хорошо, они могут нанимать себе людей. Опять же, если их зарплата вписывается в стоимость каждого привлеченного клиента. И таким образом мы имеем очень автономные единицы, которые заинтересованы в результате и знают, что все зависит от них. То есть они уже не могут сказать, что нам недостаточно денег, что кому-то выделили больше бюджета и так далее. Все в их руках, и они могут соответствующим образом добиваться результатов и решать, сколько на что тратить. Ну и естественным образом мы переходим к тому, как у нас устроена команда, какая у нас структура внутри. Мы пришли к тому, что сейчас в отделе действует несколько разных групп. Каждая из них занимается той компетенцией, в которой наиболее сильна. Есть группа лидогенерации, которая занимается стандартными каналами, такими как SEO, Context, Target, Affiliate, CPA. Ну, в общем, в основном связанная с платным трафиком. Есть группа контент-маркетинга, которая тоже занимается лидогенерацией, то есть у них тоже KPI именно в привлеченных клиентах. Но эта группа работает с каналами, где задействован контент. Это email-рассылки, это вебинары, это наш канал на YouTube, это работа с влогерами, это проведение исследований, выпуск каких-то white papers и так далее. Дальше есть продуктовый маркетинг, самая наша такая свежая новая группа и наименее проработана, опять же, по понятной причине, исходя из тех минусов, о которых я говорила вначале, по распределению обязанностей. Собственно, там работают люди, которые занимаются сайтом, тестированием, личным кабинетом до оплаты, онбордингом. Есть также отдельные проекты внешние, которые мы делаем, такие продукты, которые мы создаем не под своим брендом, чтобы из поискового трафика получать определенные запросы, на которые мы не можем рассчитывать в платном трафике в контекстной рекламе, типа агрегатора курсов и так далее. И продуктовая группа, которая обслуживает всех остальных, дизайнер-верстальщик, и большая команда по школьникам, с которой мы сейчас выстраиваем не только маркетинг, но и вообще все бизнес-процессы и продукт адаптируем для аудитории от 11 до 17 лет. Ну, по сути, строим небольшую вторую школу Skyeng внутри текущей школы. Не, не, школьники — это название проекта, а работают, конечно же, не школьники, а очень профессиональные люди. У нас матричная схема, то есть, по сути, внутри группы контент-маркетинга есть контент-маркетолог, который по компетенциям подчиняется группе контент-маркетинга, а с точки зрения административной менеджмента подчиняется команде школьников. И немножко про то, как работают каналы. Не то, чтобы из этого можно сделать какие-то выводы, но поскольку мне обычно интересно смотреть на то, как у коллег все устроено, покажу, как у нас это работает. Традиционно большой канал, который мы называем между собой SEO, неопределено. Это весь трафик без маркетинговых меток. Это информационный SEO, трафик, брендовые запросы, коммерческие запросы и type-in traffic. Большая доля у нас была всегда реферальной программы. Это программа «Приведи друга», где мы дарим по два урока ученику и тому, кого он привел. Ну и остальные каналы, как вы видите, очень сильно диверсифицированы. Примерно поровну у нас идет партнерка, под которой мы подразумеваем и всякие спецпроекты с партнерами, и CPA-щиков. Группа контент-маркетинга примерно столько же занимает. И телемаркетинг. Но остальные каналы совсем маленькие. И что интересно, доли почти всех каналов, кроме самых больших реферального канала, у нас стабильно падают в процентном соотношении. Почему так? Потому что каналы внутри себя не успевают расти со скоростью школы. Соответственно, нам нужно постоянно добавлять что-то новое, чтобы компенсировать это отставание. Соответственно, доля каждого канала падает. Но есть два канала, которые стабильно растут и нас очень радуют. Это как раз контент-маркетинг. Он с нуля, полтора года назад, когда мы начали им заниматься, вырос сейчас по результатам апреля до 17% в долю всех оплат. Я считаю, это очень классный результат, учитывая то, что контент не продает напрямую, он продает очень хитрыми способами, через многочисленные касания в рассылках, в разных каналах, в ютубе и так далее. И телемаркетинг также растет. Но надо понимать, что под телемаркетингом мы подразумеваем не просто тупой обзвон по первым попавшимся базам, а такую большую продуктовую работу, где ведется анализ баз, где мы думаем о том, какие технологии использовать, чтобы делать базы более теплыми. Например, трекинг интересов к изучению английского языка через отделы бигдата больших компаний типа Мегафона, Mail.ru и какие-то другие технологии, которые мы сейчас только начинаем развивать. И последнее, что я хотела рассказать совсем вкратце, это то, о чем я много думаю, что мне на самом деле сильно откликнулось сегодня в докладе Едодила, это то, как вообще перформансы относятся с репутацией бренда и с позиционированием компании, с какими-то менее измеримыми результатами. Мы об этом много думали и пришли к тому, пока что к такому аналогу пирамиды масла, где нужно сначала выстроить основные процессы, потом сделать так, чтобы они стабильно работали, потом начать их оптимизировать, развивать и дополнять новыми, а уже потом думать о том, как украшать интерьеры вашего цеха и делать так, чтобы вы в глазах пользователей были лучше. И вот это украшаем цех для нас настало где-то на отметке 50 миллионов рублей выручки в месяц, когда мы начали думать, что если мы начнем работать лучше с нашей репутацией, если мы начнем уходить от английский по скайпу от 690 рублей к тому, что мы помогаем достигать цели, жить лучше, транслировать это качественно во всех каналах, то, наверное, это поможет нам в том числе и с показателями перформанс-маркетинга, это поможет нам выходить на новые сегменты аудитории и так далее. Ну и вопрос, который для меня остается открытым, это когда нужно думать о ТВ-рекламе в нашей модели, когда мы хотим все-таки рассчитывать на прямую окупаемость вложений. Пока что мы для себя решили, что до 100 миллионов рублей в месяц выручки, мы об этом не думаем, а потом уже будем более плотно общаться с рынком и понимать, нужно ли нам это вообще или нет. Ну и в любом случае, бренд awareness мы рассматриваем как акселератор перформанс-процессов, как способ увеличить конверсии, как способ получить больше трафика из других каналов. Это так, размышления пока на будущее. У меня все. У тебя вначале были метрики по учащимся и учителям. Это за неделю, за месяц, за день платящие? За месяц. Ну это текущие сейчас активные ученики и работающие учителя. Спасибо. Какие-то поразительные прям результаты по реферальной программе. А как вы продавили, что там 24%, я так понимаю, от рекомендаций пришли. Как вы к этому пришли и как именно работает ваша реферальная программа? Условия рефералки очень простые. Если вы приглашаете друга, условия, что у каждого обязательно условия должна быть оплата, то и вам, и другу начисляется плюс два урока в подарок. Из тех вещей, о которых я думала и которые мне кажутся правильными, что мы делаем, это то, что вознаграждение должно быть в валюте, которую вы продаете, оно должно быть равным и для того, и для другого, и условия должны быть очень простыми. Их должно быть можно объяснить в одно предложение. И в принципе, если честно, мы не делали ничего сверхъестественного по рефералке. Она запустилась еще там давно, года три назад, и она просто очень быстро выросла до этих показателей и удерживает их практически неизменными со временем. Но она только немножечко понизилась со временем из-за того, что у нас стало много и много других. А как идентифицируют рекомендатели? Про телефон, промоход, как именно? Есть два способа. Один автоматический, пользователь переходит по ссылке друга, а второй ручной пользователь говорит оператору, что его пригласил какой-то друг. Оператор проверяет, соответствует ли этот друг условиям, что у него есть одна оплата, и привязывает пользователя. Он должен сказать либо телефон, либо имейл-адрес этого человека. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы показали пирог по источникам трафика. Соответственно, вопрос в чем? Как вы используете? Какую модель атрибуции? Это последнее участие в источнике или первое? Потому что, исходя из этого, поднимется бюджет. Да, да, понятно. Здесь нам нечем похвастаться. Мы пользуемся ласт кликом. Когда-то этот вопрос поднимался, и мы хотели выстроить нормальную модель атрибуции, но тогда оценили затраты и решили, что мы лучше поработаем с другими. А из-за этого нет разногласий? Нет, нет, потому что они все понимают, что у нас очень многоканальная история, и что их показатели, ну как бы что они цепляют где-то то, что им не записывается, с другой стороны к ним приходит то, что не записывается другим каналом. Ну и в целом их показатели планируются исходя из их, ну как бы не естественно, а из их развития, которое требуется для роста школы. Ну и они понимают, что если сейчас это столько, ну там условно 50% им не записалось, то значит и дальше 50% им не запишется, но эта цифра, она как бы растет. Последний момент, а сколько средних показаний по конверсии? Я не знаю. То есть если говорить про конверсию, про лид, да, вы говорите? У меня нет. У меня вопрос. Вот из слайда с воронкой считывается, что учителя полностью как бы в зоне ответственности продукту, да? Не совсем. Это операционное отдело плюс продуктовое отдело. Это два разных системы. Как будто маркетинг не занимается учителями. Нет. Это операционное отдело. Окей. А вообще, кто занимается юзер-ресерчем и как вы синхронизируетесь в этом смысле с продуктом? Маркетинг не синхронизируется в этом смысле с продуктом, в том смысле, что платформа занимается своим ресерчем, ну, занимается кастдевом в том виде, в котором это необходимо им, для развития платформы, для развития учебного контента, для всяких разных тестов среди групп учителей на повышение разных метрик. А мы занимаемся теми вещами, которые помогают нам улучшить показатели по приведенному трафику и по конверсиям до оплаты. То есть у вас как бы по своему кастдеву как бы? Да, у нас нет никакого взаимодействия. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вот вы разделили зону ответственности маркетологов и продуктологов, поскольку тут много продуктологов. А вот в какой момент это произошло и как это повлияло на бизнес-показатели? То есть в какой момент произошло, то есть хронология по времени и какие результаты это дало, именно вот это изменение? Если честно, не было какого-то момента перехода такого четкого, то есть до какого-то времени занимался продуктовый отдел сайтом, выкатил там где-то два года назад новую версию сайта и ну как-то мы договорились, что этим будем заниматься мы. Соответственно мы занимались теми вещами, которые были важны в первую очередь нам, то есть проводили разные тесты для повышения конверсии в заявку. И я не заметила, что это как-то отразилось на показателях. У нас не падали и ну просто так не повышались от этого перехода конверсии, то есть мы в процессе тестирования что-то постепенно повышали и как-то так. То есть это произошло где-то года полтора и это было органично, правильно я поняла? Да, достаточно органично, да. То есть это не было какой-то жестким решением, что теперь мы делаем. Спасибо. Я хотела спросить, зона маркетинга это до первой оплаты, правильно, да? Маркетинга и продажа. Я поняла. А если пользователь после первой оплаты, он ее совершает, а, например, после второй оплаты он отваливается, либо еще как-то удержание пользователя. Но удержанием пользователя занимается операционное дело, продуктовое дело. Они проводят большое количество тестов среди… Мы всех учителей поделили на большое количество групп. В каждой группе проводится какой-то тест, например, как мы можем повлиять на дисциплину, как мы можем повлиять на интенсивность занятий, влияет ли опыт учителя на оценку его учениками и так далее. И это все вместе, как бы, ну, это одна из частей, которая, например, позволяет увеличить ретеншн, потому что ученики более довольны. И всем этим занимается операционный отдел. Продуктовый отдел разрабатывает новые фичи, разрабатывает новый контент и таким образом улучшает удовлетворенность и повышает наш LTV. То есть мы об этом не думаем в маркетинге сейчас. То есть, например, если как-то напомнить пользователю, либо провести какое-то интервью, либо еще что-то, это этим уже продуктовое дело? Это занимаются продуктовые и операционные отделы, да. А правильно ли мы поняли, что у отдела маркетинга у вас свой отдел разработки, которым вы даете задания? Это очень интересный вопрос. Это, на самом деле, была наша огромная боль, ну, как, наверное, у всех почти компаний в течение большого количества времени, потому что, ну, понятно, что приоритет всегда у продуктовых задач, а не у маркетинговых зачастую, да. В результате мы долго бились-бились и пришли к тому, что единственный выход, как мы можем улучшить процесс, процессы в разработке, это выделить в маркетинг команду разработки, сейчас это три человека, взять себе, ну, отдельного продакт-продакт-продакт-менеджера, который будет управлять всеми задачами и определять приоритизацию, и вообще выпилить всю систему морды сайта ИЛК из основной системы школы, чтобы сделать разработку более гибкую. А еще такой вопрос, а какой KPI тогда у продуктов и у маркетинга, если вы за трафик отвечаете и за конверсии? Какой что? KPI. Вот маркетинг, вы сказали, это конверсия и трафик, а тогда что у продуктов? Нет, KPI высокоуровневый, KPI маркетинга – это количество новых клиентов, которые впервые оплатили, остальное – это опережающие показатели. А у продуктов задача увеличивать LTV, ну, если, опять же, совсем… Наверное, последний вопрос. Правильно я поняла, что у вас был конфликт интересов, ну, вот когда приоритизировали там продуктовые фичи, маркетинговые фичи, вы этот конфликт решили тем, что вы выделили собственную разработку в отдел маркетинга. Да, но это не я решила, это мы вместе команды решили. Я понимаю, да, а по хронологии это… Это случилось совсем недавно, ну, то есть процесс запустился, только с начала этого года, и сейчас он практически закончен. Спасибо большое.